Подзаголовок «Кто погубил рейгановскую коалицию?» Четверть века с 1967 по 1992 год республиканская партия владела «правдом первой ночи» на пост президента США. Новое большинство в кавычках, созданное Ричардом Никсоном и возрожденное Рональдом Рейганом, подарило республиканцам пять побед на шести президентских выборах. Победы приносило привлечение к традиционной республиканской базе двух демократических блоков – католиков из Северных Штатов и белых протестантов из Южных. Мистер Никсон приманил этих выборщиков посулами и, что называется, ритуальными политическими заклинаниями во славу патриотизма, популизма и социального консерваторства. Успех укрепил позиции республиканцев в промышленных штатах на «исконном юге» в кавычках, который считался опорой демократов со времен аппоматокса. С течением лет коалиция Никсона-Рейгана стала выглядеть практически неуязвимой. Макговерн, Мондейл и Дукакис набирали до 90% голосов чернокожих. Однако у республиканцев всегда было 60% голосов белых, что составляло свыше 90% от общего числа выборщиков, поэтому победа всегда оставалась за республиканской партией. Такова была «южная стратегия» в кавычках. Пресса называла ее безнравственной. Демократы активно сотрудничали с сегрегационистами, особенно Эдлай Стивенсон. За пределами Миссури, пограничного штата с тягой к югу, Стивенсону в 1956 году покорились только «дексикратовские штаты», в кавычках, впоследствии примкнувшие к Джорджу Уоллесу. Ни Никсон, ни Рейган не поддерживали сегрегационизм. Будучи вице-президентом, Никсон ратовал за соблюдение гражданских прав куда активнее, нежели сенаторы Джон Ф. Кеннеди и Линдон Джонсон. Его роль в победоносном прохождении через Сенат закона о гражданских правах 1957 года была отмечена в поздравительном письме от Мартина Лютера Кинга, который восхвалял неустанные труды вице-президента Никсона и его неустрашимость в достижении цели. Четверть века демократы были не в состоянии соперничать с республиканцами за президентский пост, поскольку не могли отобрать у республиканцев хотя бы часть голосов белого населения США. Если не считать ура патриотической поддержки Линдона Джонсона в 1964 году, никому из демократов после Гарри Трумэна в 1948 не удавалось заручиться голосами белых выборщиков. Однако с принятием в 1965 году закона об эмиграции монополия республиканцев на президентство была нарушена. Во время антисоветского восстания в Восточном Берлине в 1953 году немецкий драматург-коммунист Бертольд Брехт задался вопросом, не будет ли проще для правительства распустить народ и выбрать себе другой. В последние 30 лет Америка стала импортировать новый электорат, и сами республиканцы всецело поддерживают иммиграционную политику, которая обеспечивает приток голосов из стран третьего мира в демократический лагерь, а заодно ослабляет республиканскую «хватку» продемонстрированную коалицией Никсона-Рейгана. В 1996 году республиканцы получили то, чего добивались. Шесть из семи штатов с наибольшим количеством иммигрантов Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс, Нью-Джерси, Массачусетс, Флорида, Техас проголосовали за Клинтона. В 2000 году пять штатов из семи голосовали за Гора, а Флорида принесла ничью. Из 15 штатов с наибольшим количеством некоренного населения Буш проиграл в десяти. Однако из десяти штатов с наименьшим количеством чужаков Монтана, Миссисипи, Вайоминг, Западная Вирджиния, Южная Дакота, Северная Дакота, Южная Каролина, Алабама, Теннесси, Арканзас Буш одержал победу во всех десяти. Среди штатов с наибольшим количеством иммигрантов только Техас считался настроенным прореспубликански, однако сегодня он идет по пути Калифорнии. В 90-х годах Техас принял 3,2 миллиона новых жителей, а доля испаноязычного населения штата возросла с 25 до 33%. Латинос сегодня составляют этническое большинство в четырех крупнейших городах Техаса – Хьюстоне, Далласе, Сан-Антонио, Эль-Пасо. «Белые англосаксы скоро станут в Техасе этническим меньшинством» – такой заголовок появился недавно в газете «Нью-Йорк Таймс». Доля англосаксонского населения штата сократилась с 60% в 1990 году до 53% в 2000 году. Поэтому и вправду недалек день, когда англосаксы вновь станут этническим меньшинством, как это было до Аламо. Расчеты показывают, утверждается в газете «Даллас Морнинг Ньюс», что к 2005 году менее половины жителей Техаса будут белыми. И Америка в целом движется вслед за Калифорнией и Техасом. В 1960 году население Соединенных Штатов было на 88,6% белым. В 1990 году доля белых составляла уже 75,6%, то есть за 30 лет мы наблюдаем сокращение на 13%. К 2020 году доля белых сократится до 61%, так пишет Питер Браймлоу, эксперт журнала Forbes. К 2050 году евроамериканцы, крупнейший и надежнейший республиканский электорат, станут в США этническим меньшинством, благодаря той самой иммиграционной политике, которую защищает республиканская партия. Джон Стюарт Миль не так уж и ошибался, называя Тори партией глупцов. Латинос – наиболее динамично прирастающий этнический фрагмент американского общества. В 1980 году их было 8,4%, в 1990 году – 9%, в 2000 году – свыше 12%. Уровень рождаемости у представителей этой группы значительно выше, нежели у белых или чернокожих. По плодовитости они находятся на уровне бэби-бума 50-х годов, заявил Джеффри Пассел, статистик из Института урбанистических исследований. Сегодня Латинос в США – 35,4 миллиона человек, что примерно соответствует количеству афроамериканцев, и эта этническая группа в основном поддерживает демократов. Мистер Буш проиграл голосование по афроамериканским выборщикам в соотношении 11 к 1, а его поражение у выборщиков Латинос составило 2 к 1. В 1996 году Клинтон заручился голосами Латинос из расчета 70 к 21, причем для тех, кто голосовал впервые, это соотношение составило 91 к 6. Осознав, что иммигранты могут подарить монополию на Белый дом, теперь уже демократам, команда Клинтона активно взялась за натурализацию иммигрантов, за год, прошедший до 30 сентября 1996 года, служба иммиграции и натурализации зафиксировала в качестве новых граждан США 1 миллион 45 тысяч иммигрантов, причем лишь какое-то время спустя обнаружилось, что 80 тысяч из них имели судимости, а 6300 человек разыскивали с полицией. Треть новых граждан принимает Калифорния. В 1990-х годах ее население сократилось на 100 тысяч белых, зато увеличилось на миллион Латинос. Сегодня 16% электората Калифорнии составляют именно Латинос, и во время последних президентских выборов они фактически подарили Калифорнию гору. «Члены обеих партий появились на церемонии регистрации выборщиков», вспоминал консультант демократов Уильям Гаррик. «Тут стол демократов, там стол республиканцев. За нашим столом кипит работа, за их столом идет гульбище». С 55 голосами Калифорния, родной штат Никсона и Рейгана, стала могилой республиканцев. На референдумах голосование в Калифорнии также основывается на «этнических предпочтениях». В 1994 году Латинос под мексиканскими флагами выступили против поправки 187, которая лишала нелегальных иммигрантов социальной защиты. В 1996 году они голосовали за приоритет национальности в референдуме по гражданским правам. В 1998 году их голоса позволили сохранить систему двуязычного обучения, несмотря на то, что подавляющее большинство англосаксов голосовало против. Рон Унц, инициатор референдума «Английский для детей», призванного покончить с двуязычной системой образования, полагает, что восстание 1992 года в Лос-Анджелесе может стать рубиконом на дороге к балканизации Америки. «Клубы дыма над горящими зданиями, бесстрастные телевизионные съемки, фиксирующие разрушения, практически уничтожили чувство социальной защищенности у среднего класса Южной Калифорнии. Счастливая Калифорния, в которой есть место всему и всем, внезапно превратилась в суровую, жестокую деспотию. Огромное количество латинос, арестованных, а затем и депортированных, за грабеж вынудило белых с настороженностью поглядывать на садовников и нянь, которые еще несколько недель назад казались им совершенно безобидными. «Если мультикультурный в кавычках Лос-Анджелес в одночасье превратился в хаос, на какую безопасность может рассчитывать белое меньшинство в стремительно латинизирующейся Калифорнии?» Конец цитаты. «Если не считать политических иммигрантов из таких стран, как Венгрия или Куба, иммигранты, как правило, поддерживают правящую партию. Причина проста. Они получают от правительства больше – бесплатное образование для детей, субсидии на покупку жилья, медицинское обслуживание, чем платят налогов. Прибывая почти нищими, они наскоро обретают такие доходы, налоги с которых составляли бы существенную часть федеральных сборов. Так что зачем иммигранту поддерживать республиканцев, снижающих налоги, которые он все равно не платит? Он, безусловно, поддержит демократов, развивающих социальные программы по улучшению жизни иммигрантов. После острова Эллис большинство иммигрантов направляется в штаб-квартиру демократической партии. Лишь с переходом в средний класс некоторые американцы начинают «обращаться в республиканскую веру». Эта трансформация растянется, по прогнозам, на два поколения. Натурализуя и регистрируя от полумиллиона до миллиона иммигрантов в год, демократы фактически обеспечили себе победу на президентских выборах на годы вперед. Если республиканцы не предпримут никаких мер, массовая иммиграция приведет к устранению республиканской партии с политической арены, к превращению идей в политическое меньшинство, представляющее интересы нового этнического меньшинства евроамериканцев. Вместе с этническими пропорциями внутри страны изменяется и американская политика. Нарастающая иммиграция естественно оказывается на руку левым и приводит их к власти. Быстро расширяющийся электорат Латинос и Чернокожих уже вынудил республиканскую партию отозвать предложения о снижении расходов на социальные нужды. В 1996 году республиканцы собирались ликвидировать министерство образования. Сегодня они призывают к укропнению этого министерства. Чем выше уровень латинской в кавычках иммиграции, тем важнее голоса Латинос в ключевых штатах, тем большее значение они сами приобретают для Америки. В 2000 году АФТ КПП, выступавшая против массовой иммиграции, вдруг опомнилась и предложила объявить амнистию нелегальным иммигрантам в надежде заполучить в свои ряды миллионы новых членов, исправно платящих членские взносы. А администрация президента Буша в своих политических решениях и назначениях внимательно прислушивается к пожеланиям Латинос, зачастую в ущерб консерваторам.